Я всех приветствую, начинаем очередной обзор. Hold on, мы уже проходили, подождите, wait a minute, еще говорят. Особенно, когда по телефону, hold on. Hold on, hey, hey, what the fuck is Seth doing here? We gotta talk. Could you hold on one second, please? Okay, hold on. Well, you just hold on, and I'll be back. Fill this out. Заполните эти формы. Вот она имеет в виду анкету, как бы в больницу, когда поступают, заполняют анкеты, заявительные бланки. Sit also there at, и сядьте там. Рассмотрим для начала fill out, сразу и глагол, в двух значениях наполняться, может использоваться, становиться больше, и вот в плане форм. To complete a form, заполнить заявление, написав information, указав информацию на нем. To fill out an application form, заполнить бланк заявления, анкету. Вот в одном значении, как толстеть, да, поправляться. Также вот заполнять, посмотрите, в принципе, словосочетание. Вот, пожалуйста, to fill out an application, заполнить бланк заявления. Идем дальше. Actually, I'd like to fill out an application. You just fill out this form, please. Students, fill out those forms and don't skip a line. No, I'm not gonna let you fill out an application, because I'm not gonna let you get this bar closed there. You didn't fill out the employment section. Здесь у нас sit over there, то есть сядьте там, over there, in that place, there, at some distance. You see that house over there? Ты видишь этот дом там? That's where I used to live. Это где я жил. Это тогда у нас другое значение показывает туда. Let's head over there. Head у нас голова, показывает направление, двигаться. Давай двигаться в ту сторону. Туда показывает. Обратите внимание, у нас есть еще выражение over here. Over there – это там, туда, а over here – это здесь, сюда. Look, 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 I don't wanna make any trouble, окей? Послушайте, я не хочу устраивать скандал. Make trouble у нас может быть как делать проблему. Используется как причинять неудобства, причинять проблему, вызывать какие-либо неприятности, беспорядки. Make trouble – to cause trouble or additional work. Причины проблем, беспокойств или дополнительной работы. I don't want to make trouble, but I have a few suggestions that could make things work more smoothly. Я не хочу создавать проблему, но у меня есть несколько предложений, которые могли бы сделать вещи работать более гладко, лучше. Здесь в этом смысле make trouble – это не то, что создавать проблему, а имеется в виду создавать проблемы, что вызывать дополнительную работу. Вот словосочетание – make trouble, нахулиганить. Кому интересно, можете посмотреть. Ну вот, в принципе, make trouble – сам быть, причиняй кому-либо неприятности. Are you trying to make trouble? I'm not. You don't want to make trouble for me or my friends. Alright. Now look. If you make trouble, your minimum freedom will get smaller. Don't make trouble for yourself. That's all my dad ever says to me. Cube, those guys are paid to make trouble. Okay, but I'm in a lot of pain here, alright? My face is dented. But I'm in a lot of pain here, alright? My face is dented. Я испытываю много боли. In a pain – это выражение. Испытывать боль хорошо, но и мое лицо помято. То есть он здесь указывает, что у него мятое лицо. Просто на состояние своего лица. Посмотрим, где мы in pain. Фильм «Пэй чувствует бой». It was obvious that she was in pain. Это было очевидно, что она испытывала боль. Еще несколько примеров. Посмотрите, кому интересно. Мы двигаемся дальше. Конструкция «My face is dented». Разберем, кто сейчас голову сломает. Это конструкция. Это пассивная форма. Dented здесь используется как прилагательная. Is у нас – это не axillary verb, а linked verb – связующая форма, получается, глагола. И dented у нас используется как прилагательная в данном случае. Dented – прилагательная. Вот машина помята. Мятина на машине. Рассмотрим немного грамматики. Кому интересно, кому не интересно, двигайтесь по тайм-линии и переходите к следующему эпизоду. Could have rose have set. Поскольку это мы говорим уже о прошедшем времени, о возможности роса, то мы можем выражать через have set. My face dance – present simple. Ну, это получается, что как будто субъект, лицо, действие, выполняет action действие. Мое лицо мнется. Ну, это как бы звучит ненатурально. Носители говорят, так можно сказать, но мы так не говорим. Поэтому dented face – мятое лицо. Вот у нас, посмотрите, пассивная форма и прилагательная фраза. Вот, в принципе, конструкция одна и та же. Просто в пассивной форме у нас auxiliary verb и pass participle. Это у нас будет my face is dented. И у нас подразумевается by a puck – шайбой, брошенной хоккеистом. То есть у нас вот такая конструкция. Это пассивная форма. У нас акцент делается именно на завершенное действие. Не на состояние лица, которое помято. Понятно, что оно помято, но здесь акцент у нас делается именно на силу, которая мнет лицо. Это шайба и хоккеист. Все прилагательная фраза, то, что имел в виду ROS, та же самая конструкция, просто auxiliary verb заменяется связующим глаголом. И pass participle просто у нас, subject complemented, прилагательно. И вот вывод. Связующий глагол emphasize the descriptive nature of the state or condition of the state подчеркивает описательную природу состояния или условий лица. А у нас уже auxiliary verb emphasize the passive voice aspect. Focusing on the action performed on the subject. То есть именно фокусируясь на действии, которое выполнено над субъектом. Наверное, немножко непонятно, сейчас другой пример приведу. Такие тонкости, просто чтобы понимать, как работает грамматика английского языка. Мне лично это интересно. Думаю, может интересно вам. Understanding the roles of a linking verb and auxiliary verb helps to appreciate how a sentence functions grammatically and how an emphasis can be subtly different based on the construction. То есть вот эти тонкие отличия, основанные на конструкции, они позволяют понять, как предложение функционирует грамматически. Но вот более понятный пример вот здесь, смотрите, рассмотрим. Those clothes are washed. Это может использоваться как прилагательная фраза, так и пассивный голос. Задательный залог в данном случае. Прилагательная фраза. I'm looking for something to wear to the party. Он сейчас просто ищет что-то, чтобы носить, надеть на вечеринку. Соответственно, ему просто нужна чистая одежда. Его не интересует, была одежда вымота или нет. Ему просто нужна чистая одежда. И другой ему отвечает, you can wear a blue dress. Those clothes are washed and ready to go. Ты можешь носить это голубое платье. Эта одежда чистая и готова на выход. Просто он подчеркивает, не то, что она была вымота, как завершенное действие. В стиральной машине одежда была помыта. А то, что она просто чистая сейчас. То, что он ищет чистую одежду. Когда уже в пассивном, да, получается голосе. Has anyone done the laundry yet? То есть, кто-либо уже постирался, и именно действие по стирке его интересует. Не чистая одежда, а стирка. Yes, those clothes are washed. I did them this morning. Да, это одежда помыта. То есть, действие завершено. Помыто именно, получается, стиральной машинкой. Действие оказывала стиральная машинка по мытью этой одежде. Я сделал это. Ну, то есть, получается, что ребенок совместно со стиральной машинкой оказывали действие на то, что одежда эта вымыта. То есть, здесь, получается, концентрация идет на... Действие было завершено этим ребенком. А здесь, получается, больше указывает, что одежда чистая и ready to be worn. И готова к ношению. Well, you'll have to wait your turn. Well, how long do you think it'll be? Well, you'll have to wait your turn. Well, how long do you think it'll be? Ну, вы должны будете ждать свою очередь. Your turn. Как долго, вы думаете, это будет? Any minute now. Any minute now. Передается с минуты на минуту. Либо any moment. Могут использовать. Any minute, any moment. Sometime, very soon. Какое-то время очень скоро. Frank will be home any minute. Ну вот, Frank будет дома с минуты на минуту. А кому интересно, смотрите. Мы поехали дальше. Hey, listen. Hey, послушай. Hey в данном случае используется как не приветствие, а способ привлечения внимания. Hold on. Fill these out. Sit over there. Look, look, look. Look, I don't want to make any trouble, okay? But I'm in a lot of pain here, alright? My face is dented. Well, you'll have to wait your turn. Well, how long do you think it'll be? Any minute now. Hey, this... Pizza guy. Oh, my God. Phoebe? What? Do you have a plan? I don't even have a pla... Hey, want a mushroom, green pepper, and onion? No, 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 that's not what we ordered. We ordered a fat-free crust with extra cheese. Wait, you're not G-Stefanopoulos? Oh, man, my dad's gonna kill me. Pizza guy. Oh, my God. Phoebe? What? Do you have a plan? I don't even have a pla... Hi, want a mushroom, green pepper, and onion? Hi, want a mushroom, green pepper, and onion? Привет. Одна с грибами, с зелёным перцем и луком. No, 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 that's not what we ordered. Нет, нет, нет. That's not what we ordered. Это не то, что мы заказали. We ordered a fat-free crust with extra cheese. We ordered a fat-free crust with extra cheese. Мы заказали. Fat у нас жир, да, толстый. И free это у нас свободный, обезжиренный. Crust-корочка with extra, дополнительный, extra. С сыром, да? Fat-free. Fat-free. Прилагательное. Not containing any fat. Вообще не содержащий какого-либо жира. Так, синоним non-fat. Fat-free йогурт. Безжиренный. Прилагательное. Ну вот, можете посмотреть в словосочетание fat-free diet и fat-free meal. Поехали дальше. Подождите, вы не G-Stefanopoulos? Нет. Oh, man, my dad's gonna kill me. Wait. Oh, man, my dad's gonna kill me. Подожди. Oh, черт. Или, oh, блин. Ну, у нас выражение Oh, man, у нас используется как хорошее чувство, позитивное выражает, так и негативные просто эмоции. Мой отец дословно собирается убить меня, убьет меня. Посмотрим Oh, man. Oh, man. Восклицание, да? То есть, мы уже рассматривали. Вот же так же синоним. Oh, boy. Они, в принципе, похожи. Это все передает эмоции, разочарование. Аноинс, раздражение. Или вот excitement or enthusiasm. Или выражают вот восторг или энтузиазм. Так же, oh, boy, смотрите. Выражают радости. Joy, да? У нас. Делайт, восторга. Или вот frustration, разочарование. Аноинс, раздражение. Тут можно использовать как, oh, блин, oh, черт, или oh, боже. Здесь, конечно, он разочарован. Ребят, кто досмотрел до конца, не забывайте ставить лайки. Это поддержит мой канал. Всем удачи. Пока.